МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Очередной выпуск новостей на 24 КИЗ в студии Патакоса Аркулова. Здравствуйте. Больше 63 тысяч казахстанцев вернулись в свои дома после паводков. Еще свыше 5 тысяч остаются в пунктах эвакуации. Такие данные представили в пресс-службе МЧС. Из подтопленных регионов откачали свыше 28 миллионов кубометров талой воды, уложили больше 8 миллионов мешков с песком и использовали 1,5 миллиона тонн инертного материала. 3 тысячи абонентов подключили к голубому топливу в городе Арус, Туркестанской области. Газифицировать город 45-тысячным населением местные власти обещают до конца года. На эти цели из республиканского бюджета выделили больше 4 миллиардов тенге. На какой стадии сейчас работаю, узнали наши корреспонденты. Основная часть жителей города Арыс проживает в частном секторе. Здесь принято жить большой семьей, поэтому и дома строят просторные. Но отопление обходится в круглую сумму. Жительница города Жаксыгуль Шелманова рассказывает, что каждую зиму расходуют не менее 10 тонн угля. Топить печку – это тяжело. Отнимает много времени и сил, не говоря о расходах на уголь и дрова. Вся наша жизнь прошла в таких хлопотах. Радует, что теперь детям не придется этим заниматься. Да и воздух будет меньше загрязняться. Это только радует. Арыс планировали газифицировать еще в 2020 году. Но из-за ошибки проектировщиков проект превратился в долгострой. И возобновили его только в этом году. В настоящее время газораспределительную сеть передали в доверительное управление частной компании. И уже шесть жилых массивов подключили к голубому топливу. В обязанности компании также входит техническое обслуживание газовых сетей. В территорию города Арыс входит шесть аульных округов. На данный момент газификация Жиделинского и Байркумского аульных округов проводится из республиканского бюджета. Бюджетно-сметная документация по газификации сел Монтайтас, Дермине, Ахдала готова. Мы подали заявку на финансирование. Оставшуюся часть самого города планируют газифицировать до конца года. В целом по Туркестанской области обещают завершить и подключить около 40 газораспределительных объектов. На эти цели выделено около 10 миллиардов цинге. Основная часть работ финансирует республиканский бюджет. По последним данным, доступ к голубому топливу имеют 1 миллион 650 тысяч жителей Туркестанской области. Это 78% населения региона, что является лучшим показателем по республике. Сабин Рахимбай, Жандос, Жумабек, Ербулат, Абиш, Туркестанская область, 24 Кизет. Этноисторический комплекс Тектурмаз продолжает благоустраивать в Таразе. Сейчас там возводят крепость, которая должна стать образцом архитектуры древнего города и его исторических особенностей. Строители намерены воссоздать картину тех времен, чтобы туристы смогли совершить исторический экскурс. Подробнее о сакральном месте расскажет Анастасия Сулейманова. Возвышенность Тектурмаз является окончанием Киргизского хребта и сакральным местом древнего Тараза, рассказывают историки. Это один из популярных объектов посещения туристов и паломников. С древнейших времен здесь обнаружены некрополи древнего города Тараз. И современные захоронения также находятся неподалеку. Это доказывает то, что наш город в 2000 лет находится на одном и том же месте. Здесь, на этом месте, археологи обнаружили фундамент средневекового моста. Об этом он писал путешественник Адасийский Чанчунь в XIII веке. Тогда он зафиксировал этот каменный мост, он еще был целым. И караваны перебирались через полноводную реку именно по этому мосту. Шесть лет назад здесь началось строительство одноисторического комплекса. За это время установили 13-метровую фигуру аули-аты. А вдоль реки Талас благоустроили набережную длиной почти полтора километра. Появилась огромная деревянная лестница с несколькими смотровыми площадками и искусственный водопад. На данном этапе возводят образец средневековой крепости. Средневековая крепость станет образцом древней городской архитектуры. И продемонстрирует исторические особенности и восточный колорит. Высотой крепостные стены будут достигать до 12 метров. Стоимость проекта 656 миллионов тенге. Здесь раскинутся амфитеатр, центр ремесленников, исторические инсталляции, смотровая площадка. Отсюда город виден как на ладони. С помощью новых объектов посетители смогут совершить исторический экскурс в прошлое. Строительные работы выполнили на 50%. Полностью планируют их завершить к октябрю. Амфитеатр рассчитан на 400 человек. Он станет площадкой для проведения различных мероприятий. Мы увидим, какие были городские стены, какие были конструкции города. Ведь археологический парк демонстрирует только лишь руины. А здесь по тем руинам будут созданы образцы средневековой архитектуры. Это городские стены, это резиденция правителя, караван-сарай, может быть, восточные бани. То есть мы увидим, как выглядел древний город только уже в виде реконструкции. Этноисторический комплекс уже входит в список туристических маршрутов региона. Специалисты надеются, что после открытия новых объектов поток туристов увеличится в разы. Анастасия Сулейманова, Бахаджан Папаев, Эльдар Байдильда, Тарас, 24 Кизет. Одаренные дети из Павлодарской области радуют успехами родителей и преподавателей. Одни заканчивают школу за рубежом, а другие добиваются высоких результатов на международной спортивной арене, причем в редких видах спорта. О достижениях павлодарских школьников в следующем материале. Дарина Сакимова родилась и выросла в семье заводчан. Родители скромные, трудолюбивые и отзывчивые. Такой же они воспитали и свою дочь. С малых лет девочка прилежно училась и усердно занималась танцами. В ее копилке не одна победа в престижных международных конкурсах. А выпускной 11 класс неожиданно для сверстников отучилась в Соединенных Штатах. Недавно Дарина демонстрировала всем американский аттестат об окончании школы. Она охотно рассказывает сверстникам об особенностях учебного процесса за океаном. Уроки очень наглядные, это больше практика, нежели теория, чем у нас. Уроки идут по 55 минут и в целом расписание одно ежедневно. То есть каждый день одни и те же уроки. Это сделано для того, чтобы детям было в целом удобнее. Потому что многие из них занимаются спортом после школы или работают. Учительница называет ее бывших одноклассников звездным классом. В последние дни учебы они стали еще дружнее. Ведь совсем скоро подростки разлетятся кто куда. Преподаватели будут вспоминать вчерашних малышей и гордиться успехами выросших воспитанников. Из 26 учащихся 4 девочки претенденты на Алтенбельге. Одна девочка мастер спорта по гимнастике. Два мальчика, кандидаты в мастера спорта. Помимо этого в этом классе два участника, не участника, победители Республиканской Олимпиады. Успехи павлодарских школьников давно известны за пределами региона. Талантливые дети покоряют творческие вершины и спортивные педесталы. Ученик 10 класса Сукар Саун увлекается редкими видами спорта. Он чемпион Казахстана по батутной гимнастике среди молодежи. К тому же блистательно выступает на акробатической дорожке. Недавно юный спортсмен защищал честь страны на чемпионате Азии. Сейчас я, к счастью, состою в центре олимпийской подготовки. И они дают нам много шансов выезжать на соревнования, на официальные соревнования, которые предоставляет наша организация. И вот по ней я хочу выполнить мастера спорта международного класса. После этого, если получится, то пойти в сборную штатную сборную Казахстана. В 6 лет Сукар впервые вышел на акробатическую дорожку. Его талант сразу заметили тренера и увидели в нем будущего чемпиона. Его лучший результат 11 место на чемпионате мира. Но это достойный результат. Спортсмен набирается опыта, набирается трудных элементов, нарабатывает комбинации. Но является одним из лидеров казахстанской сборной в своем возрасте. Этот олимпийский вид спорта только развивается в Паладарской области. Им занимается не больше 250 детей. Большая часть из них уже показывает отличные результаты. Ербулабишев, Марак Игликов из Паладара, 24КЗ. Международный день защиты детей отметили в Южной Корее. Организовали праздник выходцы из страны СНГ. Мероприятия прошли в местах компактного проживания зарубежных корейцев, кореинов. На празднике с участием казахстанцев побывал наш собственный корреспондент в Сеуле Владислав Цой. На конкурсе рисунков дети изобразили символы Казахстана. Алий Дарминбаев нарисовал флаг, а его сестра Нармин – юрту. Они приехали в Южную Корею из Шимкента несколько лет назад, но все еще скучают по родине. Мероприятие организовало объединение Кореюин Глобал Нетворк, руководит которым Алматинка Евгения Цхай. Детский праздник поддержали местные бизнесмены. Наша компания занимается организацией таких детских мероприятий уже в течение 23 лет. Но впервые здесь проходит праздник для детей кореинов. Мы делаем это для того, чтобы ребята из других стран смогли адаптироваться в Корее и общаться с местными детьми. Больше тысячи человек посетили фестиваль в районе Юнсу, города Инчон. Здесь проживают больше 10 тысяч корейцев из стран СНГ. Один из организаторов праздника – козлородинец Михаил Цой. Возглавляемое им объединение познакомило местных жителей со своими традициями и культурой. Дети находятся без присмотра, родители в основном все люди рабочие. И вот есть такие вот моменты. Мы замечаем на улице постоянно дети курят, подростки курят. Ну и наркотики само собой тоже. Акция «Новое поколение против наркотиков» завершилась показом фильма «Игла» с участием Виктора Цоя. Инициативу корейцев из стран СНГ поддержали власть Инчона. Теперь фестиваль ко дню защиты детей будет проходить ежегодно. Владислав Цой, Ольга Лян, 24КЗ, Южная Корея. И еще о событиях в мире. Президент США Джо Байден представил новый план по прекращению огня в секторе газа. Он предусматривает три этапа деэскалации. Первые два предполагают полное прекращение огня, вывод израильских войск из населенных пунктов в анклаве, а также обмен пленными. Заключительная третья фаза включает масштабный план восстановления региона при поддержке США и международного сообщества. Работы по реконструкции займут от трех до пяти лет. Джо Байден заявил, план по прекращению огня передали представителям Хамас через катарских посредников. Американский президент призвал группировку принять предложение. Во Франции задержали подозреваемого в организации теракта во время предстоящих Олимпийских игр. Им оказался 18-летний выходец из Чечни, сообщает Министерство внутренних дел республики. В сообщении ведомства говорится, что Юроша собирался совершить нападение на стадионе в городе Сент-Этьен. Объектами должны были стать зрители и полицейские во время футбольного матча. Напомню, летние Олимпийские игры состоятся с 26 июля по 11 августа. Соревнования будут проводиться в Париже, но в отдельных видах спорта они пройдут в других городах. На спортивные мероприятия планирует приехать почти 10 миллионов гостей и 10 тысяч спортсменов. Соревнования Соревнования Сильные дожди на юге Германии вызвали масштабные наводнения. От резкого повышения уровня воды пострадали сразу три крупных региона. В семи округах Баварии объявлено чрезвычайное положение. Власти рекомендуют жителям эвакуироваться. Сильнее всего, по данным агентства Рейтер, от наводнения пострадала община в Пишах, недалеко от Аутсбурга. Частично затоплены железнодорожные мосты и фермерские поля. Приостановлено движение транспорта по улицам. Стихия также затронула несколько регионов Италии. Трех человек ищут спасателя после быстрого разлива местной реки. Они находились на небольшом острове возле местной реки. Организм с самым большим геномом на Земле нашли ученые из Великобритании и Испании. Им оказался редкий вид папоротника. Растение уже получило титул в Книге рекордов Гиннеса. Папоротник встречается в Новой Каледоне и Вануату. У островных государствах в Тихом океане. По словам ученых, в каждой клетке этого растения содержится ДНК протяженностью больше 100 метров. Для сравнения, у людей в среднем ее длина составляет 2 метра. Биологи уточнили, что размер генома обычно не дает преимуществ. Растения с большим количеством ДНК, как правило, растут медленнее и нуждаются в большом количестве питательных веществ. Наши исследования показывают, что виды с более крупными геномами подвергаются большему риску исчезновения. И поэтому знание размера ДНК позволяет внести вклад в выявление видов, которые находятся в опасности, и попытаться предотвратить его. К этому часу у нас все. Всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok